Такие противоречивые эмоции, прям не могу сформулировать. На меньшие я не согласен. Всем привет! Сегодня я сделаю обзор на палетку Dreamy Nabla. Nabla итальянский бренд косметики, на данный момент у них есть три палетки теней. Это самая первая их палетка, но я ее попробовала самый последний. Две другие тоже попробовала, у меня уже есть на них обзоры, ссылочки будут в описании. Первый я попробовала палетку Soul Blumen, и я в нее просто влюбилась, и качество в ней потрясающее, матовых и шиммеров всего на свете, подборка оттенков классная. Я в нее влюбилась и подумала, что все палетки Nabla такого офигенного качества. Следующей Nabla у меня была Poison Garden, это их последняя палетка, и вышла она в конце 2018 года, абсолютно мне не понравилась. Я очень удивилась, что палетку эту выпустил тот же самый бренд. Сбегая вперед, скажу, что Dreamy меня тоже очень удивила, но не расстроила и не обрадовала. По шиммерам этой палетки у меня сложилось впечатление, что это снова какой-то другой бренд. Предлагаю сейчас вам посмотреть краткую версию свотчей палетки Dreamy, также у меня есть видео с подробными свотчами, ссылочку оставлю в описании. Также в описании будут ссылки на видео с макияжами этой палеткой, где я подробно рассказывала, как каждый оттенок себя ведет на веки, и там же вы найдете тайм-коды. Приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Цветовая гамма палетки персиково-розовая с добавлением фиолетового. Я бы даже сказала, это очередная розовая палетка, если бы она не вышла раньше, чем многие, которые вышли в этом году. Dreamy вышла не в 2018, а гораздо раньше. И, возможно, поэтому ей стоит делать скидку по качеству и всему остальному, но я не буду этого делать, я буду говорить, как оно есть, что обнаружила в ней я для себя. Оттенки в палетке можно разделить на матовые и шиммерные, и шиммерные можно поделить еще и на дуахромы. Ну, потому как они выглядят в палетке и на сводчах. Как они выглядят на веки, немного другая история. И шиммерные в палетке все такие прям металлики, и кажется, что ты их сейчас нанесешь на века, и будет все очень металлически, как сейчас у меня на веки, но сейчас у меня на веки эти металлики вместе с глиттерной базой. Вот так вот сразу я вам раскрыла все карты, потому что на обычной базе они абсолютно незаметные и совсем не металлические. Очень интересная история с этими металликами. Они реально в палетке очень-очень металлические. На сводчах они тоже очень металлические, но, знаете, такая штука есть со сводчами. Ты набираешь на палец металлический оттенок или какой-то шиммерный оттенок, и проводишь по руке один раз. И все такое, но это не со всеми палетками, с этой палеткой именно так. Такой прям сводч супер металлический получается. Но когда ты начинаешь наносить оттенок на века, все эти оттенки, они все какие-то супер бледные. Точнее, они полупрозрачные, и назвать их полноценными металликами у меня язык не поворачивается. Для меня это топеры. Вот, знаете, похоже по эффекту то, что я вижу на веки на обычной базе под тени, как топеры софт глэм и нарвина. Мне топеры в софт глэм и нарвина не очень нравятся. Мне больше нравится супер металлический эффект. Соответственно, как вы понимаете, эти металлики меня тоже не впечатлили особо. Все они супер металлические, вот как сейчас у меня на веки, только исключительно на глиттерной базе. Я пробовала наносить их на обычную базу под тени, на глиттерную базу и на цветные подложки. У меня есть макияж с цветной подложкой, но там отчетливо видно, что оттенок все равно прозрачный, более металлическим от этой цветной подложки не становится. Даже наоборот, если это подложка немного другого цвета, то подложка просвечивается из-под оттенка, а со временем, даже не в течение дня, а к тому моменту, как ты доделал макияж, уже оттенок побледнел, и подложка уже кое-где проплешно мериднеется. Кому-то нравится такой эффект, и кто-то, наверное, будет очень рад, что на самом деле на веки оттенки такие вот не гиперпигментированные какие-то получаются, потому что можно ее использовать каждый день, особенно если вы загорелые. Опять же, глядя в палетку, у меня случается обман зрения, потому что я вижу в ней отчетливо три дуахрома. Но на веки все абсолютно по-другому. Как приспособить этот красивый в палетке дуахром персиково-розово-золотистый, я не нашла. Лучше всего он проявляет дуахромность, когда наносишь на базу под тени, но из-за того, что он бледнеет, становится полупрозрачным, все равно эту дуахромность очень сложно разглядеть. Она такая очень деликатная, как и сам оттенок. Если же ты наносишь его на базу для глиттера, чтобы он был более ярким, он у меня сейчас во внутреннем уголке, то дуахромность практически не видна. Более того, на глиттерной базе он очень становится похож на вот этот золотистый. Оттенок Conception. Он в палетке выглядит прям таким сиреневым, и кажется, что ты сейчас его нанесешь, и он будет сиреневым. Но нет, он больше какой-то розовато-красновато-сиреневый, в нем больше красного, и ожидать от него, что он будет навеки именно сиреневым, каким-то фиолетовым, вообще не стоит, потому что, ну, это очень вряд ли будет. И самый противоречивый оттенок для меня Delirium. Он очень привередливый, но я к нему нашла подход, и, в принципе, из-за того, что он такой красивый дуахром в итоге получается, я готова закрыть глаза на все его недостатки. Во-первых, это единственный металлик из этой палетки, который дико крошится, то есть до него дотронуться просто невозможно. Ты легонечко дотрагиваешься пальцем, причем я вот так вот не возявкаю пальцем по нему, я очень нежно дотрагиваюсь, печатывающими движениями вот так вот набираю, чтобы он не раскрошился по всей палетке, и все равно он ложится такими частичками какими-то на палец. И если его наносишь на базу под тени, пальцем даже, даже не кистью, он ложится очень неравномерно, и когда ты его распределяешь, он становится еще более неравномерным. Проглядывает такая холодная коричневая подложка, только ее, можно сказать, и видно. И кое-где видны какие-то блесточки. Тут голубые какие-то, розоватые блестки есть, и все красные оттенки не видно, на обычной базе под тени он выглядит вообще не фиолетовым. Зато он потрясающе смотрится на глиттерной базе, я его наношу на нее тоже впечатывающими движениями, и именно на глиттерной базе, а не на какой-то цветной подложке или на обычной базе, он раскрывается полностью. Он такой голубокий, темно-фиолетовый, коричневую подложку не видно совсем, и этот фиолетовый уходит даже в голубой, то есть все вот эти голубенькие блесточки становятся сразу видно. И если у вас есть эта палетка, и вы не пробовали такой способ, я вам настоятельно рекомендую попробовать, вы очень удивитесь, если не пробовали на глиттерную базу его наносить, какой он красивый на ней. Большой недостаток всех этих металликов, что когда вы их наносите на век, и чем бы вы это ни делали, что пальцем, что кистью, они все дико осыпаются на лицо, и я делала макияж глаз и до, и после оформления лица, и поняла, что именно с этой палеткой не прокатывает вообще в моем случае нанесение после оформления лица, потому что потом очень сложно все исправить. И для себя я поняла, что ей лучше делать макияж глаз сначала, а затем уже заниматься лицом. В макияже, на какую бы базу вы не наносили эти металлики, два вот этих и два вот этих, очень сильно похожи. И в макияже отличить их друг от друга практически невозможно. И оттенок rose gold вообще ни разу не rose, он именно какой-то оранжеватый, вообще розового я там не увидела, на мне он прям вот оранжевый. Я не люблю, когда металлики, шиммеры исчезают в течение дня, уж тем более не люблю, когда они исчезают во время макияжа, поэтому в металлики этой палетки я влюбиться не смогла, за исключением этого премудрого делириум. Если сравнить с soul blooming, который я безумно люблю, то металлики в ней, точнее шиммеры, потому что здесь они совсем разные, не только металлики, мне очень понравились. Качество намного лучше, как по мне. Здесь есть два оттенка, которые топеры-глиттеры, и это действительно топеры-глиттеры, они потрясающей красоты. Конечно, они лучше всего выглядят тоже на глиттерной базе, но они и позиционируются как топеры, а не как вот в палетке дриме металлики. И здесь есть глиттер Honey Drip, который красивый и на базе под теней хорошо держится, и еще красивее на глиттерной базе. Претензий к soul blooming в плане, что что-то наносится на глиттерную базу у меня нет, потому что изначально здесь есть вот эти вот три оттенка с блестками, это логично. А вот в дриме, ну, совершенно, на мой взгляд, нелогично. Еще у меня какие-то странные ощущения, когда я наношу на обычную даже базу под теней вот эти вот металлики из дриме, они мне съеживают и скукоживают века, даже не на глиттерной базе, на глиттерной базе, ну, тоже, как вы видите, даже на обычной базе они его как-то немного состаривают, что я бы могла понять, если бы они были прям именно металликами в итоге, а они-то выглядят полупрозрачными, то есть у тебя какой-то сморщенный век просто, и никакого особого блеска на нем нет. Ну, возможно, это только у меня так, я не знаю. С другими палетками такой проблемы нет, очень редко у меня что-то состаривает века, особенно на обычной базе под тени. Глядя на фотки палетки дриме, на нее живьем, в принципе, тоже, и на свочи, которые я видела в интернете еще до того, как ее купила, и даже свочи на моей руке, когда они так жирненько нанесены, металлики я имею в виду, я думала, что эта палетка годится как заменитель дорогущей Наташи Диноны Лила. Но как же я ошибалась? Ну, издалека некоторые оттенки, конечно, похожи. У Лила еще такая фишка, она почему-то у меня на свочах выглядит не так красиво, как она смотрится на веки. То есть там настолько красиво, интересный дуахром, они так интересно раскрываются, и там реально зависит дуахромность, на что ты их наносишь, и какой оттенок находится рядом, как обычно это со всеми нормальными дуахромами происходит. В этой такого абсолютно нет. Тут дуахромность от этого вообще не зависит. Настолько она мала. И я поняла, что сравнивать эти две палетки просто нет вообще никакого смысла, потому что ни пигментации тут такой нет, ничего. Мне эффект металликов на веки с палетки Дримми напомнил эффект, и даже некоторые оттенки по оттенкам напомнили палетку Визиарт Пти Про 1. С той разницей, что там они и в палетке не выглядят какими-то выдроглазными, и вообще-то палетка позиционируется как на каждый день, и можно ее сунуть в карман и пойти, потому что она очень маленькая. Так что имейте в виду, на что она похожа. А вот матовые в Дримми я узнала. И это то же самое качество матовых, что и в Soul Blumen, а в Soul Blumen качество матовых одно из моих любимых. Правда, есть нюанс, который я не сразу заметила и в Soul Blumen, а сейчас уже поняла, раскушала, поняла, что во всех трех палетках беда с коричневым. Ну как беда? Везде по-разному. Где-то меньше, где-то больше. Но вот если есть к чему придраться в Soul Blumen, то я наконец нашла к чему придраться спустя полгода использования. Да, так бывает. И тот же самый недостаток я обнаружила в палетке Дримми с оттенком Догма. Смотрите, для сравнения я нанесу на руку на базу под тени персиковый из Дримми, и вы видите, как он мягко, классно, легко, непринужденно наносится, наслаивается, растушевывается, не видно никаких границ, все просто прекрасно. И все матовые, кроме коричневого, в палетке Дримми так себя ведут. И то же самое в Soul Blumen, за исключением опять коричневого. Когда же я наношу также на базу под тени, наношу, наслаиваю, растушевываю оттенок Догма, то, как вы видите, он по краям не так хорошо тушуется, и видна граница, то есть растушевать в ноль его невозможно. Он может немного пятнами ложиться, и это может немного напрягать. Особенно, когда ты сравниваешь его с другими матовыми. Вот в итоге в Soul Blumen я заметила то же самое. Ну, немножечко. Я не скажу, что это прям супер критично, но по сравнению с другими матовыми, ну, заметно. И для сравнения, коричневый адажио из Poison Garden. Как видите, в Poison Garden качество значительно отличается. И это не только с коричневым, а с многими матовыми этой палетки. Видно, что он как-то вообще пятнами ложится, совсем плохо тушуется. Ну, не просто так же мне совсем вся палетка не понравилась. Ну, а в остальном, по качеству матовые с Дримми меня в себя влюбили. Обобщая информацию по качеству всех оттенков палетки, могу сказать, что матовые, как они выглядят в палетке, так они и выглядят на веки. Вот как пигментация есть, так она и переносится. За исключением оттенка Lalabye, который на моей внешности почему-то, и, скорее всего, на внешности большинства белоснежек, будет себя так же вести. Он выглядит на мне не холодным, как он здесь какой-то сиреневатый. У меня на веки он смотрится, как какой-то рыжевато-розоватый. То есть, ожидания реальности вообще не совпадают. Оттенки шиммеров же, как они выглядят в палетке и на свочах, как они выглядят на веки, отличаются вообще наглухо, за исключением Delirium, если его нанести на глиттерную базу. Тогда он будет прям один в один, как в палетке. Все остальные вообще не похожи. И вот мы перешли к сравнению с другими палетками. Давайте посмотрим, какие оттенки из Dreamy похожи на какие оттенки из других палеток и одиночных теней. Вот о чем я говорила. Смотрите, если я один раз пальцем провожу по руке, то прям такая металлическая пигментация. А если я пару раз провожу, а в принципе то же самое мы делаем на веки, когда распределяем тени, то, как видите, оттенок значительно бледнеет. Также несколько раз, проводя по оттенку, я буду наносить остальные для чистоты эксперимента. Самый светлый, немного лимонный металлик из Dreamy я сравню с прессованным дуахромом Voltage Makeup Geek, оттенком Pluto из палетки Ellinger Freestyle. Pluto немного в розовинку уходит по сравнению с ними. Далее оттенок из палетки Saharan 2 Juvias Place, из палетки It's My Rye Rye Тени Angel и Хайлайтер Moonlight. Ну и, конечно же, пигмент Mac Vanilla. И больше всего по оттенку и по пигментации, по тому, как наносятся, похож от лимонной из Dreamy на Mac Vanilla. Остальные оттенки немного более лимонные какие-то, вообще более пигментированные. Следующим сравню персиковый дуахром Vanitas. Он, как вы видите, если один раз провести такой прям супер пигментированный, прям даже дуахромность видна, прям такой персиково-розовый, больше даже, наверное, персиковый здесь. Но, если я пару раз проведу пальцем, он сразу бледнеет, и именно такой он навеки и есть, даже еще бледнее. Его я сравню с оттенком из палетки Carly Bible Deluxe Edition BH Cosmetics. Они, конечно, по оттенку не один в один, но по эффекту очень похожи, то есть, они оба такие полупрозрачные, с той разницей, что где BH Cosmetics и где Nabla. По цене и вообще. Следующий оттенок из палетки Pat McGrath La Vien Rose. И в ней тоже персиковый, который уходит больше в холодный розовый, не может похвастаться какой-то гиперпигментации, об этом я говорила еще в обзоре. Ну да, вот так вот бывает и в таких палетках, как Pat McGrath. И, наверное, она такую целью преследовала. И следующий оттенок из палетки Saharne 2 Juvia's Place. Он, как вы видите, гиперпигментированный, но реально у Juvia's Place, как правило, ядреные все металлики, за что я и люблю этот бренд. И, как видите, он больше такой персиковый. И слева давайте я ванитес нанесу на глиттерную базу, чтобы мы с вами сравнили эффект на глиттерной базе и на обычной базе. И, как видите, на глиттерной базе он более пигментированный. Но самое удивительное, как я уже говорила, что на сводчах и на веке оттенки отличаются. И на руке я вижу дуахромность, на веке же ее не видно абсолютно, особенно на глиттерной базе. Матовый розовый Signorita. Сравню с матовой однушкой Colourpop Stay Golden. Розовым Berry Bite из Poison Garden. Spanked из Hooded New Nude. И Extraction из Blood Shook и Jeffree Star. Как видите, все они чем-то похожи, чем-то отличаются, но какой-то сильной разницы в макияжах не будет. Не уникальный оттенок, но качество, я бы сказала, уникальное, очень классное. Мне очень нравится. Золотистый с Dreamy сравню с оттенком Adorn из Subculture Анастасии Беверли-Хиллз. Adorn кремовый, и его можно очень металлически нанести без всякой глиттерной базы. Далее оттенок Донор из Blood Shook и Jeffree Star. Он из них самый металлический. И тонул из палетки Prism Anastasia. Metallic Metal Cupid сравню скинки из New Nude Huda. Как видите, из Huda он тоже не сильно металлический, и на руке он немного дуахромит в сиреневый, а на веке эффекты этих двух оттенков примерно одинаковые, и по цветам они не сильно на веке отличаются. Я долго думала, нужно ли это делать, и подумала, что лучше я это сделаю, и вы перемотайте, если вам это не интересно, чем я это не сделаю, и вы это не найдете, не увидите, не узнаете. А именно, в обзоре на Poison Garden я уже делала такую же часть, где сравнивала оттенки из трех палеток Nabla, и сейчас я хочу сделать то же самое, потому что некоторые оттенки из трех палеток похожи. Если вы уже видели эту часть в обзоре на Poison Garden, и она вам неинтересна, можете сами перемотать, либо нажать в тайм-кодах. Ну, а кому интересно, вот сравнение. Итак, Rose Gold из Dreamy и Fabric из Poison Garden. И несмотря на то, что в палетке Dreamy все эти металлики кремовые, а в Poison Garden они какие-то очень сухие, мне абсолютно не понравились, и века от них какое-то очень пересохшее, все равно эффекты в Dreamy мне тоже не нравятся на веке. Далее сравнение фиолетовых. Craven из Poison Garden, Delirium Inception из Dreamy, и Enemone из Soul Blumen. Здесь я наносила Delirium без глиттерной базы, поэтому он такой неравномерный. И эти все фиолетовые, они абсолютно не похожи ни по качеству, ни по оттенкам, вообще все разные. Рыжий. В Dreamy один недостаток, оттенки пропадают, а в Poison Garden конкретно этот оранжевый, он какой-то слишком пигментированный и съеживает века. Ну, мне не угодишь, скажете вы, но если вы это все попробуете, я думаю, у вас тоже будут такие впечатления. Хотя, может быть, и нет. По оттенкам они, конечно, похожи, но по эффекту отличаются. Из Poison Garden он с крупными блестками. Из Dreamy на металлик даже не похож. И матовые оттенки, растушевочные из Dreamy из Poison Garden. Самые холодные, растушевочные из Dreamy из Poison Garden. И оба они оказались на мне абсолютно не холодными, а теплыми. И там, и там эти оттенки обманчивые для меня. И далее сравнение коричневых. Из Poison Garden, из Soul Blumen и из Dreamy. И из Poison Garden самый холодный коричневый, а из Dreamy самый теплый из них. Ну и розовые. Я их до этого уже сравнивала. Берри Байт из Poison Garden и Синьорит из Dreamy. Где купить, сколько стоит, как привезти. Купить лучше всего на сайте Beauty Bay для россиян. Если вы, например, из Украины или из других стран, особенно из европейских, из Америки, то можете сделать заказ на официальном итальянском сайте. Просто в Россию оттуда нет доставки. Какие-либо еще сайты я рекомендовать не буду, потому что на себе не проверяла и не уверена в оригинальности косметики там. Особенно на российских сайтах, потому что официального представителя в России нет. Если вы захотите купить на каких-то российских сайтах или на каких-то европейских сайтах, то делайте это на свой страх и риск. И мой вам совет, то лучше напишите на официальный сайт NABLA и узнаете у них, продает ли конкретный сайт, где вы хотите купить их косметику и знает ли об этом официальная NABLA или нет. Стоимость палетки Dreamy, как и любой другой косметики в данный момент, колеблется в зависимости от скачущих курсов. Для россиян на Beauty Bay она стоит до 3000 рублей. Понравилась ли мне палетка? Мне она не то, чтобы не понравилась, то есть нет такого, как с Poison Garden, что фу, я ее ненавижу, она говеного качества вся. И нет такого, чтобы я в нее влюбилась. Ну, палетка и палетка. Как я уже сказала, для меня это очередная розовато-персиковая палетка. И единственное, что для меня ее отличает от других подобных, и это как раз-таки этот капризный Delirium, в который я в итоге смогла влюбиться из-за того, что он такой необычный красивый дуахром. И на этом все. У меня есть Huda New Nude, у меня есть Blood Sugar Jeffrey Star из таких красноватых, да, всяких палеток. Вот теперь есть еще Dreamy. Лично я из-за того, что я люблю металлики именно, чтобы они выглядели как металлики без всякой глиттерной базы, я бы, наверное, за этих палеток оставила Blood Sugar. И Huda, потому что там металлики на обычной базе по тени тоже, ну, не гипер какие-то металлические, но, по крайней мере, их видно на веки лучше. И они там супер как не исчезают. Blood Sugar это вообще любовь любовная. Мне очень понравились матовые в этой палетке Dreamy, но из-за того, что оттенки эти не уникальные, они у меня где-то есть, ну, как бы не знаю. такие противоречивые эмоции, прям не могу сформулировать. Получается, что палетка хорошего качества, но для меня она обычная, для меня она, наверное, не стоит своих денег. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что она вышла давно, и на тот момент, если бы я ее попробовала, скорее всего, я бы в нее, наверное, влюбилась. А когда уже такой выбор и такие усовершенствованные уже формулы других брендов, уже как-то на меньшее я не согласен. Кому рекомендую? Рекомендую любительницам таких вот совсем, можно сказать, нюдовых металликов. Причем, нюдовые они для любого типа внешности, в плане, что не термоядерные, а такие бледненькие, полупрозрачные металлики. А для смуглянок вся палетка вообще можно сказать нюдовая, ну, с парой каких-то супер выдреглазных. Да хотя, тут и розовый, он не выдреглазный, такой очень приятный. Ну, фиолетовый. Ладно, фиолетовый на глиттерной базе прям ух! Все остальное очень такое нюдовое. И рекомендую ее любительницам таких полупрозрачных, топерных, ну, по примеру Анастасии, да, я имею в виду, оттенков. И, конечно же, девушкам со смуглой кожей. Для вас это будет просто супер нюдовая палетка. Мои ожидания реальность не совпали. Во-первых, то, что я видела на канале, на официальном набло, там, свочи, там всегда все такое гиперпигментированное и всегда все так круто наносится. И, блин, даже когда делают там макияж на модели, все такое прям пигментированное, но в итоге я этого не увидела. Многие блогеры, особенно год назад, хвалили эту палетку за суперпигментированные какие-то металлические тени. Я, опять же, этого не увидела. Даже супервизажист Томина, которую я очень люблю, очень хвалила эту палетку и к ее мнению я прислушалась и купила Sol Blumen, а затем и вот эту палетку. В итоге я теперь даже не знаю, кого слушать можно. Мне очень интересно, что вы обо всем этом думаете. Есть ли у вас эта палетка как тени ложатся и держатся на вас? Есть ли у вас другие палетки однушки на блоге? Заметили ли вы, если они есть, разницу в качестве и в эффекте? Я очень надеюсь, что мое видео было интересным хотя бы для кого-то полезным и поможет вам определиться с покупкой. Желаю солнышка, отличного настроения, классной качественной косметики и красивых макияжей. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok